Всемирная метеорологическая организация сообщает, что 2017 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Подбивая итоги текущего года, становится понятно, что температура окружающей среды возрастает, а вместе с температурой тают ледники, повышается уровень моря. Еще в феврале научный сотрудник Антарктического научно-исследовательского института Валерий Карклин сообщил об уменьшении суммарных площадей льда Арктических морей на 40%, что составляет 547 тысяч квадратных километров за 10 лет на протяжении 2005-2015 годов. Информация по уменьшению льдов в 2016 году не сообщалась. За период 2007-2015 годов суммарная площадь льдов в Северном Ледовитом океане уменьшилась на 25%, составив 4 миллиона 600 тысяч квадратных километров, при средней норме 6 миллионов 300 тысяч квадратных километров. Интенсивное таяние ледников объясняется изменением климата на Земле. В Исландии начал таять крупнейший в Европе ледник Ватнайокюдель площадью 8133 квадратных километра, что составляет 8% общей площади страны. На нем появились трещины и воронки диаметром чуть больше километра и глубиной в сотни метров. Как сообщил Петер Итаала, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации, «Мы стали свидетелями необычайных погодных условий. Среди них повышение температуры до 50 градусов по Цельсию в Азии, многочисленные ураганы в Карибском бассейне и Атлантике, разрушительные муссонные наводнения, затронувшие миллионы людей, непрерывная засуха в Восточной Африке». Антили Панен, исследователь, физик из Финского метеорологического института, создал видео, на котором показал повышение температуры в разрезе стран мира за период с 1901 по 2016 годам. На видео каждый столбик показывает среднюю годовую температуру в стране. Чем длиннее линия и темнее ее цвет, тем выше температура. Страны сгруппированы по континентам. Повышение температуры затронуло все страны. Глава Минприроды России Сергей Донской сообщил, «Скорость роста глобальной температуры составила за последние 10 лет 0,17 градусов по Цельсию. Температура на территории России растет значительно быстрее – 0,45 градусов по Цельсию за этот же период. Особенно быстро в Полярной области, где скорость роста достигает 0,8 градусов по Цельсию». За период с 1990 по 2000 год на территории России ежегодно фиксировалось 150-200 опасных явлений. В последующие годы их число уже было 250-300 в год. А начиная с 2007 года в среднем один раз в два года их число превышало 400 в год. Согласно докладу Метеорологической службы и Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, С декабря 2016 по февраль 2017 года было установлено 200 температурных рекордов на континенте. Средняя температура воздуха увеличилась на 1 градус по Цельсию с 1910 года. Климат континента довольно изменчив, но сильные погодные изменения настолько очевидны, что отрицать это становится просто невозможно. Как говорится в докладе ученых «АЛЛАТРА НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. На сегодняшний день накопилось достаточное количество общеизвестных и малоизвестных мировой общественности фактов, которые свидетельствуют о различных изменениях на планете, произошедших в относительно короткий промежуток времени. Продолжение следует...